Приветствую вас, и ваш вопрос, ответ на ваш вопрос, зависит во многом от того, как вы организовали свою жизнедеятельность. Понимаете, если у вас, например, маленький город, если у вас ограничения в передвижениях, если у вас строго регламентированная, например, жизнь, то, конечно, конечно, общаться без кокетства и не влюбляться, это нормально. Потому что, ну, а как? Как можно в кого-то влюбиться, если у меня, например, нету контакта? Да? Вот. Если у меня нету возможности для того, чтобы влюбиться. Если же наоборот, людей вокруг меня много, а я всё равно не могу влюбиться, допустим, то вот тогда всё довольно печально. Потому что в этом случае имеет место быть страх близких отношений. И в этом случае необходимо анализировать вашу, ну, вашу жизнь. необходимо анализировать ваши отношения с родителями и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы, соответственно, понять, что происходит. Поэтому нормально или ненормально зависит, грубо говоря, от условий вашего проживания. Ненормально, если все условия говорят, что вам как бы нужно влюбляться, а вы не влюбляетесь ни в кого. Ненормально, если вокруг вас есть парни, а вы их игнорируете и никого к себе не пропускаете. Это ненормально. Это называется страх духовной близости. Это, возможно, страх быть, ну, например, зависимым от, допустим, мужчин. От мужчин. Страх быть зависимым от мужчин. Например. Понимаете? Вот. Ещё какие-то опасения могут быть. Ещё какие-то могут быть блоки. не дающие вам, не позволяющие вам отдать человеку духовно и так далее. Понимаете? Понимаете? Поэтому говорить о том, нормально ли это или нет, нельзя. пока не будет выявлена среда обитания вашей, пока не будет выявлена сфера вашей деятельности, пока не будет понятно, как вы позиционируете себя, как вы позиционируете других людей и так далее. И вот когда будет понятно это, сразу же им можно будет сказать, правильно ли, нормально ли то, что вы влюбляетесь ни в кого, ни в кого, или нет. А пока, пока, чтобы я вам не сказал, да, пока это просто гадание на кофейный гусь, по большому счёту. Вот. Ну вот. То, что мы, то, что мы имеем. Гадание на кофейный гусь, по сути. Когда вы говорите о том, что он, у меня нравился один парень, но я не встречался с ним, и нравился мне в 21. Здесь нужно разобраться более обробно с тем, собственно, почему не встречались с ним. Ну, он же вам нравился. Нравился. Ну, и вы, наверное, тоже ему нравились. Или, по крайней мере, не были не противны. Не были противны. Так почему? Вот причины, по которым вы перестали с ним взаимодействовать, причины, по которым у вас не получилось с ним отношения, то есть эти причины, их тоже нужно разобрать. Понимаете? Вот. Их тоже нужно посмотреть. И, в общем-то, тогда можно будет вам сказать более превентивно, более точно, есть ли повод для волнений или нет. Можно ли что-то делать вам в этой ситуации или нет? Пугать вас просто так я бы не хотел надумывать проблемы ваши. Я бы тоже не хотел. Потому что, ну, а зачем? Зачем, да? Надумывать-то. Вот. Ну, разобраться нужно. Определенно. Потому что это может быть проблемой. Серьезно. Как я понял, у вас не было за 24 года ни одного партнера, да? Ни духовного, ни интимного. Вот. И вот это, конечно, да. Это вот не так хорошо, как могло бы быть. Почему так? Надо разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи.